Игнатий Тихоныч, добрый вечер. Добрый. У вас есть минутка? Да не это, не оговаривайся. Я рад, что появился ты. Я не один. Вот посмотри, у меня брат пришел, батюшка. Подвинься поближе. Отец Аким, вот он. Добрый вечер, благословите, батюшка. Спасибо, Господи. У нас вот исповедь была, то ты завтра причастники будут. Ну говори, да. Игнатий Тихоныч, пять минут у меня есть. Тут такой момент, видно нормально меня. Да так, получше, чем раньше. Я, короче, значит, такая ситуация. Там у моей жены захватили их работу, правый сектор. На БТР заехали, короче, всех перепугали. И начальник, короче, в больнице. Ну это не выкладывайте, пожалуйста. И так получилось, что я пока не могу ей сказать, что я потрачу денежки на ваши книги. Потому что она меня убьет, жена. У нее сейчас такое состояние, понимаете? Не говори ей ничего. Так вот, вот. Но я и не скажу. Значит, вас прошу, чтобы вы меня не раскрыли. Такое просто положение. Я хотел узнать, у вас контакт есть там в Барнауле? Контакт. Контакт? Есть, есть. А почему не Вестерн Юнион? Ну, контакт выгоднее. Меньше платить. У меня удобнее здесь. Да может быть и ВКонтакт. Вестерн Юнион, я знаю, что где я пенсию получаю, она рядом прямо дверь. Все, делаем через Вестерн Юнион. Добро. Там уже маленькая подороже, маленькая совсем. Не проблема. Игнатий Тихонович, такой момент. В среду я смогу это сделать, потому что у меня сейчас там с медкомиссией проблемы, короче, с женой. А говоришь, я ради тебя тороплю. Нет, нет, я к тому, чтобы это было в тайне все. Я что предлагаю? В среду я смогу с вами связаться, чтобы уже показать книги, прорекламировать, чтобы народ привлечь, как говорится, по уму все. Книги понравились? Это просто бомба. Я не ожидал даже, Тихонович. Это просто шедевр, что могу сказать. Это по восьми параметрам наше издание лучше самого хорошего патриархийного. Да тут главное и содержание. Ну, слов нет, надо просто посмотреть, пощупать. Я буду показывать, буду рекламировать, буду как бы вашим агентом рекламным. Вот так мне предоставлено. Смотрите, там откровение, это 434 страницы в третьем томе, полностью весь апокалипсис. По всем святым отцам, какие с первого века были. Игнатий Тихонович, возьму их с собой в рейс, проштудирую все и уже буду, как говорится, владеть этим. Так вот этот лучший иллюстратор библии, Гюстав Доре, мы его впервые раскрасили. Это наша работа вся. Я все увидел, Игнатий Тихонович, это просто шедевр. Так что, я, ну, не знаю, слов нет. Нет слов, как говорится. Так что... Видели библиотеки, у Путина стоит библиотеки. Серьезно? Да. Нет, я пойду, все буду показывать. Вы мне там кинули эти, ваши карточки, там, сайт ваш, все это буду показывать, рассказывать. Но сейчас мне надо 2-3 дня разгребсти здесь эту проблему возникшую. Так что, до среды, Игнатий Тихонович, добрый. Да к разговору даже нет. Добро. Не раскрывайте меня. Ничего я вам не платил, все я вам переведу, не переживайте. Но я, как бы, бесплатно все получил. Вот такой акцент. Я, как бы, ваш агент здесь. Добро. Вы посмотрите, там, к истинному православию, какие темы? Да, я вам говорю, я уже сколько... Выхожу, потому что дома я пока, как бы, в гонениях. Но выхожу, там, сижу в кафе, и часа 2-3 улетает, невозможно оторваться, понимаете. Это просто шедевр. Так что, храни вас Господь. До среды, Игнатий Тихонович. Хорошо. Там 297 комментариев моих. Я видел, видел. Я текст этот расширяю, добавляю других святых отцов. Это не просто так, механически перепечатка-то. Я всегда стараюсь найти новое и показать, что Бог Духом Святым по сегодняшний день влияет и трудится, и разъясняет. Ну, а снова это православное толкование. Игнатий Тихонович, да даже ее держишь, когда открываешь, смотришь, уже в сердце совсем все по-другому. Уникальный. Ага, шрифт какой. Это же вообще. У меня вон, феофилак болгарский, там ошибка на ошибке. Именно грамматический. Не то, что там. Ну, я вас очень благодарю. Здесь все по-русски. По-русски взято. По каким-то... Это полная перекомпоновка пришлось сделать. Там была перекопия аммония, а мы сделали его по главам и стихам, как в русской синодальной Библии. Очень-очень удобно, очень. То есть я просто, ну, как сказать, вливается, вливается она легко в душу, в сознание, это самое главное. Я по ней буду теперь проповедовать, и это Бог мне дал 100% для этого. Так что... А вот Володя сделал картоночки, вот такие, ну, с ладошку примерно. И он на них там пишет, они такие, белая картонка. Покажи, Володя. И он все время новые-новые пишет, а под сверху скотчем обклеивает, чтобы не стиралось. И у него целая пачка. Сейчас он подойдет, покажет. Да, видите, просто настораживает людей сильно, сразу вот многие священники там о вас мнение выложили свое в интернете. И на это мнение люди смотрят, реагируют и сбивают. Ну, сбивает их это. Когда Христос-то умер, то пришли к Пилату и говорили, мы вспомнили, этот обманщик говорил, что воскресно. Он обманщик. А на апостолов говорили, эти всесветные возмутители пришли сюда. Ну, а кто возмутитель-то, теперь мы знаем. Кто мальчик-то, мы тоже слышали. Так что не переживайте, Игнатий Тихонович, я ваш, все с вами. Так что не переживайте, все сделаем. Просто так навалилось. Вот посмотри, я покажу, как он. Видишь он как? Переписывал. Вот. Все, понял, понял. И берет с собой, куда пошел, особенно удобно где-то и на другой стороне. Вот. Ага, понял, понял, понял. И он его записывает. Вот сейчас я покажу. Чтоб запомнить, чтоб потом понял. И обклеивает ее к этой. Вот новая у него, дай-ка вот эту вот. Это вот о церкви и о священстве. Вот о церкви и о священстве. Сейчас, не знаю, видно, нет. То есть, таким образом они вот и запоминают хорошо, ребята? Да, да. Я смотрю, выступают обалденно, то есть, на память. У нас так и было. Мы всегда себе записывали. Я еду на велосипеде, глянув, еще повторил. Особенно удобно в очереди. У нас тут один уникальный человек в Рубцовске. Он знает, конечно, он русский человек. Знает английский, немецкий, французский, турецкий, корейский, японский, китайский. Его китайцы за своего признают-то. Ему говорят, а как ты это выучил? Он говорит, а очереди были длинные, когда товаров-то не было. Я, говорит, по очередях стоял, говорит, и заучивал. В очереди я ничего больше делать не могу. Благодарю за совет. Он может быть один такой человек, который очередями попутно воспользовался. Понял, понял. Ну, все, в секрете все храним. У меня жена, она в Барнауле родилась, в Буран. У него, как у вас, характер. Понимаете? Так что, прошу вас, пока все в тайне, в тайне. Чтоб она не увидела это в интернете, да. Ну, смотри, я маленький еще хотел напомнить случай один. Что мы не умеем удивляться уникальности, которые Господь дает кому-то. Вот раньше было, когда на работу устраивались, целая анкета. Ну, и записывают, живет, женатый, разведенный. И одна графа была иностранный язык. Ну, обычно все отвечают, владеет, нет, прочерк. И вдруг один человек говорит, владею. Она говорит, какой? А он начинает читать, там, польский, знает, испанский, португальский, японский. Где Индия, там, хинди. Хинди. Он перечислил около восьми языков. Она говорит, еще одно. Я могу только, говорит, писать и читать, не разговаривая. Еще семь языков пересчитал ей. И она говорит, еще, он говорит, ну все, 15 языков. И она, секретарша, даже голову не подняла и не посмотрела, кто перед ней стоит. И дальше следующую графу стала заполнять. Она в жизни впервые такого рядом человека даже, она даже хоть в голову подняла. Я вот в армии, помню, был. И там как-то последний день войны или что-то такое про войну было. А я в это время занимался разными языками. И в это время там у них был переводчик. И он разговаривал по-английски, там, по-французски. И когда нужно было, чтобы там какой-то гарнизон немецкий сдался, он пошел. Его откомандировало командование, он взял флаг и пошел навстречу. И оттуда снайпер его убил. Парламентера. Ну, посмотрели солдаты и пошли. А я едва слезы сдерживал. Солдат в армии. Убить такого человека. А он как переводил, а я за ним старался. И вижу, что моих знаний не хватает. А потом я это, что слышал, старался уже по словарям найти это. Я не знал, как правильно перевести сирень. Лайлок. И такого человека убили они. Я посмотрю солдатам, а не разницы никакой нет. А раз я с этим делом соприкоснулся, вот тут разница. Вот когда люди не знают наизусть ни одного слова из Библии, им разницы нет. Какой перевод. Вот они против синодального перевода воюют там. Да неправильно, да и Егова неправильно там. А у него знания мизерные. Куриные мозги. Ну да, вот вы мне мозги прочистили. Я так благодарен вам. Прочищает хорошо. С вами что общаться, мозги прочищаются. Нет, серьезно. Есть такой эффект. Похоже из-за того, что вы слово это говорите, цитируете, а оно прочищает очень хорошо. Так что благодарю. Надо учиться, уметь удивляться. Удивляться. Игнатий Тихонович, вы смотрели Михалкова фильм этот, «Солнечный удар»? Какой? «Солнечный удар», последний фильм. «Солнечный удар», да нет, я не помню. Мы сегодня смотрели другие. Нет, этот фильм посмотрите, там именно наша тема. Именно он затронул момент, что нету проповеди, не было проповеди. И там показан панамарь мальчик, который панамарил, но потом вошло в него вот это вот учение Дарвина, что все это обезьян. И чем это закончилось, и что православный его не остановил, там офицер. Посмотрите в тему нашу. Серьезно, серьезно. Хорошо. Игнатий Тихонович должен бежать, родной. Уважаю вас. Счастливо. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Аллилуйя.